Возобновление выдачи потребительских кредитов, находчивые дальнобойщики и зачем приезжают в Беларусь иностранные граждане. На календаре 20 июня в студии Евгения Крещук и сильные новости. Добрый вечер. Купальный сезон начался, а с ними и новости про тонущих и утонувших. На Гомельщине вчера чуть не утонуло двое мужчин. Они были пьяны. Трагедии на воде удалось избежать благодаря сотрудникам Освод. Одного мужчину спасли в Мозоре на Припяти. Он решил переплыть реку, но что-то пошло не так. Еще одного вытащили из воды в Гомеле рядом со станцией юного моряка в затоне реки Сож. А вот в Петриковском районе в реке обнаружили труп. Минувшую субботу в деревне Ивашковичи семья отдыхала у реки Птич. Муж пошел искупаться и в 20 метрах от берега наткнулся на труп. В Минпроме рассказали, куда пойдут средства, которые Россия дала Беларуси на проекты по импортозамещению. В списке есть и гомельское предприятие. Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик рассказал, что полтора миллиарда долларов, которые предоставит Россия, будут направлены в автомобилестроительные предприятия. Среди потенциальных получателей российских средств БелАЗ, МТЗ, ГОМСЕЛЬМАШ, АМКОДОР и производители подшипников. На всех этих предприятиях будут созданы новые рабочие места. Беларусьбанк возобновляет выдачу потребительских кредитов. Правда, проценты кусаются. Всего выдавать начнут три кредита. Потребительский на срок до пяти лет, кредит на оплату обучения и овердрафтный займ. Ставки от 19,75 до 22% годовых. В Белстате рассказали, откуда в Беларусь чаще всего приезжают лечиться. За прошлый год в Беларусь за медпомощью приезжали граждане 153 стран. Об этом сообщает Национальный статистический комитет. Экспорт услуг в области здравоохранения за 2021 год превысил 41 миллион долларов или плюс 23% показателю 2020 года. Чаще всего обращались за белорусской медпомощью граждане Украины, следом Россия и Казахстан. Замыкают топ-7 Китай, США, Грузия и Азербайджан. Чаще всего иностранные клиенты обращают за кардиологическими и кардиохирургическими услугами, а также услугами в области онкологии, трансплантации клеток, органов и тканей. В топе наиболее востребованных услуг традиционно присутствует и стоматология. Беларусь хочет привлекать туристов из стран Персидского залива, но есть несколько «но». В Республиканском союзе туристических организаций считают, что одна арабская семья за 10 дней в Беларуси может потратить порядка 10 тысяч долларов. Гости ценят природу, обилие зелени и водоемы. Например, в Украине в прошлом году отдыхали более 35 тысяч туристов из стран Персидского залива. В союзе турорганизации хотят видеть такой же поток приезжих и в Беларуси. Правда, для туристов нужны определенные условия. Одно из них – возможность употреблять халяльную еду и располагать халяльными зонами в гостиницах. Необходимо создать и комплексные локации в целом, чтобы такие туристы чувствовали себя комфортно и в гостинице, и во время экскурсии. Еще один нюанс – отсутствие прямых авиарейсов Беларусь и необходимость в визе. В Минске задержали продавца детских товаров, который совращал детей. Посмотрите видео. В столичную милицию обратилась мать 13-летней девочки, которая при просмотре мобильного телефона дочери обнаружила сомнительную переписку ребенка с незнакомцем в одном из мессенджеров. Оперативники по противодействию торговыми людьми заводского РУВД города Минска установили личность виртуального собеседника. Им оказался 34-летний работник магазина детских товаров. За что задержан? За то, что писал малолетним девочкам. Что хочу с ними встречаться, что люблю их в школе. Установлено, что мужчина знакомился с несовершеннолетними на интернет-платформах для знакомств. Входил в доверие к подросткам, после чего переводил общение в мессенджер, где отправлял откровенные видео и фотосексуального характера с своим участием, а также требовал аналогичные видео и фотоизображения от самих детей. На данный момент известно о трех потенциальных жертвах, возраст которых от 10 до 13 лет. КГБ Беларуси и ФСБ России задержали частных сыщиков и налоговиков, которые собирали и передавали за рубеж данные о военных и силовиках. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Правоохранители выяснили, что участники группы с 2019 года передали заказчикам сведения о 30 силовиках, военнослужащих, сотрудниках правоохранительных и правоприменительных органов. В результате этого был нанесен ущерб госбезопасности. Европейские дальнобойщики придумали, как обходить запрет на заправку дешевым топливом в Беларуси. Теперь их отслеживают правоохранители. Дело в том, что в Беларуси с мая иностранным грузовикам разрешается заправляться только на конкретных АЗС и только определенным дизельным топливом, цена которого с 19 мая составляет 3 рубля 58 копеек. Однако находчивые дальнобойщики придумали схему, как обойти этот запрет, пишет Офис Лайф. Схема следующая. Дальнобойщик оставляет свой грузовик в неприметном месте, откуда он на легковом транспорте добирается до автозаправки и набирает горючее в канистры. Легковушки, которые закупают топливо в канистры, начали отслеживать ГАИ приграничных районов. К слову, за заправку большегрузов в неостановленных местах предусмотрены штраф в размере от 2 до 100 базовых величин, общественной работы или административный арест. Движение на белорусско-польской границе продолжается. Нелегалы, сложа руки, не сидят и идут на эксперименты. Польская погранслужба сообщила, что 19 июня произошла очередная попытка прорвать заграждение. Более 20 нелегалов, это граждане Марокко, Сенегала и Индии, собирались перейти из Беларуси на территорию ЕС. Но на этот раз мигранты не бегали по лесам и болотам, а хотели воспользоваться подкопом под забором. Есть еще одна пикантная деталь. Польская сторона заявила о шести замеченных белорусских военных, которые якобы помогали сделать подкоп. Традиционно о новостях в Украине. В офисе Владимира Зеленского рассказали, что известно о взятых в плен защитниках Азовстали. Есть информация, что украинские бойцы живы, но не до конца понятно, в каких условиях они содержатся. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, с некоторыми защитниками Азовстали есть связь. Работа над их возвращением на родину ведется постоянно. В то же время переговоры по обмену непростые и каждая деталь имеет значение. На Херсонщине ВСУ смогли вытеснить российские войска с первой линии обороны. ВСУ нанесли точечные удары по складам, которые находятся в российском тылу. Ранее отмечалось, что на Херсонщине Украина ведет наступление по трем направлениям. СМИ писали и о том, что в Херсоне активно действует украинское подполье. В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности. На этот раз из-за гроз и сильного ветра. Ночные и утренние часы на большей части территории страны также пройдут грозы и сильные дожди. Берегите себя! Ну а на этом у меня все. Хорошей вам рабочей недели! С вами была Евгения Крещук и сильные новости. До завтра!